Межхристианский координационный комитет, куда входят и православные, и католики, и протестанты. Вот там такой опыт есть, у нас там есть президиум, у нас там есть определенные там сопредседатели. Ну, некое, назвать это, наверное, советом попечительским сложно, но в принципе функции как раз они и выполняют. Если говорить о совете главы протестантских церквей, это некая такая вертикальная структура, которая отличается от нашего российского ивангельского альянса. Российский ивангельский альянс работает по горизонтали, а совет глав работает по вертикали. Тем не менее, в совете глав протестантских церквей у нас буквально недавно было очередное правление, какой он по счету, Иван Иванович, напомнишь мне, 89-е, то есть вот начиная с 2002 года было 89 заседаний нашего уважаемого этого органа взаимодействия между протестантскими и евангельскими церквями и союзами. Там только члены союза, то есть там персонали в качестве членов нет, но их все равно. И там у нас есть такая структура, называется, как проще назвать, наверное, совет совпредседателей, так, наверное, будет проще назвать, куда входит несколько уважаемых союзов, и они встречаются до проведения самого заседания, обсуждают и повестку, и какие-то вопросы, может быть, что-то даже в закрытом режиме, и, собственно говоря, можно условно назвать их попечителями. Они же были и те, кто был в основании нашего национального молитвенного завтрака, то есть с помощью вот этого инструмента у нас были созданы и другие важные продукты евангельского протестантского движения. Поэтому мне представляется, что вот это положение, ну оно так прописано несколько схематично, тезисно, я бы сказал, то есть без подробностей, да, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что российский евангельский альянс нуждается, ну, прежде всего, в духовной поддержке. И действующие главы союзов, я так понимаю, что здесь все-таки не только частные лица участвуют, но и союзы могут быть членами российского евангельского альянса, вот они могут создать вот такой совет попечителей, которые будут духовно поддерживать, молитвенно и на уровне своих союзов будут поддерживать работу российского евангельского альянса. И это очень важно, почему? Потому что будет четкий посыл, четкий импульс для огромного количества церквей, которые входят в каждый союз, которые являются членом российского евангельского альянса. И, естественно, это будет молитвенная поддержка, это духовная поддержка, это всевозможная иная поддержка, включая финансовую и так далее, и так далее. Поэтому мне представляется, что это принципиально важно. Состав попечительского совета здесь предлагается совершенно справедливо, это руководители конфессии, ну здесь написано динаминации, пара церковных организаций, ну есть организации, есть союзы, есть конфессии, есть динаминации, а есть пара церковной структуры. Когда я это впервые сказал митрополиту Иллариону, она же сдрогнула, потому что у них все пара связана с парааномальными явлениями. Он говорит, это что, у вас там оккультисты завелись и создали какие-то пара структуры. И для меня самого это слово несколько сложное для восприятия, я никогда не пользуюсь такой терминологией, пара церковной структуры. То есть, почему они не церковные, почему они параллельны с церковью? Ну, скорее всего, это общественные, это какие-то неправительственные, но созданные, согласно новому закону, который пописал президент Российской Федерации, созданные либо религиозными централизованными объединениями, либо общественными, либо прихожанами, активными членами церкви, но имея официальное разрешение на это, собственно говоря, со стороны данной конфессии. Вот, наверное, скорее всего, речь идет об этих объединениях, как мне представляется. Ну, радиохристианская, да, ну, миссия, да, согласен. Вот. И, естественно, руководители российского евангельского ленца в данном случае, вот мы говорим о двух людях, которые здесь были сегодня избраны, это президент и генеральный секретарь. Вот, собственно говоря, такой состав. Это больше, наверное, для духовной поддержки, для молитвенной поддержки. И давайте будем честны друг с другом, что не всегда руководители могут присутствовать на многих мероприятиях, которые будут идти по всей России, российско-евангельского ленца. Вот даже у меня сегодня произошел срыв из-за срочно назначенной совещания в администрации президента. И я собирался сюда к десяти, но пришлось ехать к десяти на Старую площадь. И сбежал как только можно оттуда. Вот. Поэтому, естественно, заместители, представители руководства данных объединений, они могут, вот, более, может быть, свободны в этом смысле. Вхождение посредством подписания данного соглашения. Ну, естественно, я думаю, тот апгрейд, то обновление, то, может быть, новизну, которую мы сейчас делаем, обновляя определенные, потому что за 20 лет, к величайшему сожалению, я даже не говорю о том, что российский и евангельский альянс все эти годы, как бы, условно конкурировал с советом главы протестантской церкви. Нет, конечно, этого не было и быть не может, потому что они те же руководители там и там, и конкурировать друг с другом внутри себя – это полная глупость, потому что написано в священописании, если дом разделился сам в себе, то он не устоит точно. Но за все эти 20 лет российский и евангельский альянс продвинулся, ну, на несколько сантиметров, а российское наше объединение совета глав продвинулся на километры. И поэтому, мне кажется, вот эта вот диспропорция, ее нужно изменить и двигаться. Вот это, может быть, будет две парацерковные структуры. Российский евангельский альянс и совет глав протестантских церквей. Ну, в хорошем смысле этого слова. Вот, поэтому я считаю, что каждый союз и каждый человек, наверное, или, скажем так, те, кто будет входить в этот попечительский совет, да, должны подписать данное соглашение, что они с этим согласны, с принципами согласны и так далее. Это совершенно справедливо. Вот, и, наверное, подписывать данное соглашение неплохо, ну, простите меня, может быть, я уже как дятел, заполнить вот этот документик под названием «Право на обработку персональных данных», что потом не было, так сказать, дороги назад. Ну, естественно, попечительский совет благословляет служение российской евангельского альянса, формирует свое отношение, отношение других к нему, естественно, максимально делает все, чтобы российский евангельский альянс был известен в Российской Федерации, нашему обществу, нашим элитам, нашим чиновникам, нашим общественным деятелям, потому что мы прекрасно понимаем, во всем мире это очень хороший инструмент и защиты, и продвижения интересов, и лоббизма определенного, я считаю, это нормальное слово, и в данном случае, и формирует свое отношение к состоянию евангельского движения России, потому что у нас у каждого, как бы, есть своя точка зрения, да, вот, но здесь будет вырабатываться некая единая точка зрения, вот, сегодня мы слушали о Пашкове, мы сегодня, мы помним про Ханова, которые, на самом деле, формировали для того времени четкую позицию и для общества, и для властных элит того времени, как уже реагировали элиты, мы тоже сегодня услышали, высылка из страны, либо, как в случае с Пархановым, несколько иной подход. И также мы вырабатываем наши отношения и формируем отношения к текущему положению в России и в мире, естественно, евангельского движения. И мне представляется, что это тоже очень важно иметь, у нас в Совете глав есть такой принцип, что если хотя бы один союз не согласился с мнением всех остальных, то решение не принимается, и каждый союз это решение для себя принимает сам, и, естественно, действует согласно принятого самими решениями, но не имеет права говорить от имени Совета глав, потому что хотя бы один союз воздержался, это, значит, уже не позиция и не мнение всего Совета. И мне представляется, что здесь нужно заложить аналогичный принцип тоже, хотя здесь, может быть, и не обязательно, но, в принципе, тоже можно. Наше мнение о текущем положении в России и в мире у всех разное. Давайте будем честны друг с другом. У одних мнение вот налево, у других направо, кто-то центрист, кто-то, так сказать, более склонен к каким-то либеральным вещам, кто-то к консервативным вещам. И в политике, и в экономике, и в социуме нашем. То есть у всех разные мнения. И это нормально. И это как раз украшение евангельского движения. Ну и, само собой, наверное, последнее, это вносить предложения, имеют право члены Совета попечителей, относительно служения Российской Евангельской Альянсы. Какие-то могут быть предложения, да какие угодно. В принципе, вот, потому что мне очень понравилось, вот, я не знаю, кто как праздновал Рождество, например, мне очень понравилось, как в Немчинахе праздновали. Вот, у Николая Епишина, там такие стороны были самовары. Ну, это не была Масленица, я понимаю, потому что Масленица была позже. Но у вас великолепно просто. Вот, я смотрел, пастор Мацулла смотрел, со своей многописечной церковью, и сказал, где это? А это в Немчинске, это прямо рядышком. Вот, поэтому, слава Богу за вас. Вы сделали такой пример, вот, таких народных гуляний при соблюдении социальной дистанции и масочного режима, что тоже очень важно, да? Вот, поэтому вот так вот. Поэтому мне кажется, что предложения могут быть любые. Все принимать, все, что будет служить развитию евангелизма, протестантизма, нашей культуры Царства Божия. Все это будет приниматься. Чем быстрее мы заквасим наше общество евангельскими идеями, евангельским образом жизни, нашими ценностями семейными, нравственными, духовными, тем, мне кажется, быстрее Россия приблизится к пробуждению. Спасибо. Спасибо.